так друзья далее рубль-доллар и акции так у нас связи с тем что пошел рост по америке нефть отскакивает наиболее вероятный сценарий сегодня движение рубль-доллар вот сюда вот тестирование 72 90 172 и 8 вот в этот диапазон движения но и вот здесь по факту касания 73 74 75 либо пробой на объеме и дальнейшее движение к началу гэпа 73 4 и потом его закрытия или же отсюда будет при снижении объеме объема торгов будет разворотное движение целью которого будет первые 74 33 и далее цель на 74 85 пока все указывает на то что движение будет вниз то есть укрепление рубля ослабление доллара и при сохранении сегодня текущей такой ситуации благоприятной для российского фондового рынка движения скорее всего может привести вот сюда вот на 73 4 но пробить закрытие вот этого гэпа и закрытие цели 73 1 возможно вам для этого надо чтобы нефть хотя бы на 32 33 сходила я думаю такой расклад ну и с утра конечно же будет движение но на открытие у нас цель движения это 73 87 вот сюда вот может быть задерк в любом случае даже если не дойдет лучше стопы подвинуть и закрыть потому что потом может быть резкий откат и я считаю что нужно кусочками забирать не ждать не жадничать вот если все таки вот это движение не состоится на этот уровень то в этой ситуации скорее всего будет задерк и цель этого задерка будет 74 27 в любом случае текущей ситуации указывает на то что движение на 7 4 3 7 4 35 и 7 4 4 она маловероятно очень маловероятно то есть сейчас он пойдет вниз вот первая цель у него движения это вот здесь вот 7408 и потом он ее пробивает далее 73 98 и закрытие вот этой цели которая 73 87 то есть высока вероятность того что он дойдет сюда но если не дойдет то с учетом того что потом может начаться корректирующие движение по снг то будет наверно возврат куда-то вот сюда в этот диапазон поэтому здесь я думаю прибыль как только он достигнет вот этого значения лучше забрать так далее сбер сбер нарисовал здесь разворотную формацию вообще в идеале у него цель сегодня движение на 21 и 6 по дневному таймфрейму а 201 и 6 но по часа часовику первая цель движения 191 и 8 вот сюда и далее с утра может принципе сразу на фоне такого позитива резко пойти и закрыть цель 199 и 3 и потом 201 и 4 вот сюда то есть конечно вероятность того что он пробьет 187 и 4 пойдет закрой цель 186 и 7 здесь у него есть цели потом сходит на перелой на 183 и 7 но такая вероятность очень небольшая то здесь скорее всего будет рост и предел этого роста сегодня 201 и 7 вот сюда так далее газпрома здесь коррекционном открытии будет движение на 187 и 7 и потом добить ее цели 193 вообще если сегодня благоприятно складывает ситуация то у него цель движения вот в этот диапазон 194 196 но и здесь как бы у нас топ это 182 и 5 вот если пробитие на объеме то движение вот это она не будет на слом тренда вот этого локально падающего она будет его продолжением но здесь не за вероятность три четверти что пойдет он сегодня вот эту цель закрывать очень высокая вероятность еще такой момент после обеда может начаться фиксинг может даже вот сразу 12 часов если позитива по америке не будет все начнут фиксироваться на нашем рынке так друзья далее северсталь посмотрите по северсталь вот есть очень заманчивая цель она находится на 895 но если повезет сегодня эта цель будет закрыта здесь у нас разворотной информации с учетом возникшего позитива я думаю высока вероятность того что пойдем мы в любом случае вверх вопрос только куда это движение сегодня завершится при благоприятных раскладах 895 902 открытие скорее всего сразу будет заход на 880 закрытия вот этой цели и потом как бы пробой на объеме 883 и цель движения здесь будет 895 и потом 902 если все-таки с утра будет пробой 853 на объеме то вот этот потенциальный рост он будет сломан северсталь в этой ситуации пойдет на 823 но вероятность такого события очень небольшая здесь с утра скорее всего будет движение на 878 медали выше так далее норникель норникель скорректировался давайте сейчас посмотрим что у нас предполагается палладий от рост поэтому по норильскому никелю мы увидим мацкоп в идеале цель движения 20600 вот но если сегодня палладий отскочит на 2 400 будет 2 600 будет и двадцать одна тысяча 250 ну на часовике здесь четкий разворот вот с утра я думаю сразу будет движение на 19 1870 далее если пробой 20000 2040 то здесь вполне как бы может состояться движение на 2660 вот сюда вот здесь цель обращаю внимание что те цели которые мы с вами обсуждаем то есть если немножко не доходит лучше с запасом ставить потому что часто так бывает что немножко не доходит потом он все равно возвращается и отрабатывает но лучше забрать то что сейчас как бы возможность выпадает и потом уже дальше просто обратить внимание что цель не закрытые движение к ней через какое-то время повторится потому что волатина сейчас нормально и в общем то но лучше забирать сразу не рисковать будет не будет и с некоторым запасом ставить take profit потому что лучше забрать и потом еще раз зайти если откатиться чем пересидеть и остаться ни с чем и так вот движение сегодня наиболее вероятно в течение дня будет тестирование 2700 но для этого надо чтобы палладий закрепился и пошел выше на открытие пойдем 19 850 25 что в этот диапазон ну если вдруг будет откат и пробой 19 300 по у нас есть волшебная цель 1 это 18 800 и потом 18 300 вероятность такого движения она крайне мало крайне здесь он 90 процентов движения будет вот сюда в этот диапазон так далее вопрос по рост сетям был здесь вот у нас сформировалась разворотная модель на свете цель движения у этой разворотной модели но 1 она совсем рядом вот она одна целая 2827 92 и далее при пробое 1 целой 2891 вот здесь есть цель 1 целой 3292 ну и далее тестирование вот этого перехали которая на целый 3780 если будет пробитие на открытие 1 целый 2483 то в этой ситуации может конечно задержаться здесь и отрикошетить от этого значения но более вероятно снижение уход под 1 целый 2137 вот в этот проторгованный диапазон я думаю здесь вот с открытием и скорее всего сходим сначала вот эту цель закроем 2792 возможно сразу даже выдернемся и пойдем на 1 3286 ну и чтоб я думаю где-то на 1 целых 2495 я думаю здесь такое движение но наиболее вероятно отсюда сюда и потом сюда но сейчас позитив на рынке может быть ее вполне как бы потащит и она в рамках даже этого нисходящего канала сходит к верхней границе нисходящего канала так далее втб втб здесь разворотная формация как у большинства фишек но по втб здесь все как бы в принципе понятно цель движения это 36 119 36 558 вот сюда вот в этот диапазон ну если брать часовик то здесь как бы вообще складывается очень высоковероятностная модель движения на 36 на 7 4 36 580 ну и здесь стоп если будет пробитие 32 632 то есть задерк на объеме сюда и про торговка придет тому что это разворотной формации сломанной будет возврат в эту консолидационную вас 32 30 308 31 808 мастер и пока сейчас отсюда наиболее вероятно движение там закрытие этой цели сходу так еще вопрос был пол рост ну смотрите пол росте здесь с утра две цели для движения первое это прямо сразу по ходу 60 целых одна десятая она с утра прям с гэпом наверно будет закрыта и вторая цель движения 61 вот сюда далее если здесь возникает по торговка в этом диапазоне и пробой 61 с половиной цель движения 65 и 7 и потом движение 67 и 2 в том случае если будет задеркой пробитие 58 4 вот это вот отскок отменяется и полетит она дальше вниз я думаю здесь сегодня очень высокая вероятность что мы вот эту цель закроем 61 смотрите здесь очень приличный этот самый ход даже если он с утра гэпанет все равно кусочек останется чтобы его забрать так друзья но все это основные моменты спасибо за внимание всем самого лучшего